Всем привет! Привет игрокам битвы замков! Ну что ж, все мы участвуем в бесконечной какой-то гонке прокачки героев. Если с прокачкой левела все более-менее понятно, то с прокачкой уровня активного навыка не все так однозначно. Мы фармим подземки, проходим волны и покупаем всевозможные ништяки в виде сущностей, пакетов кристаллов, карт пожертвования героев в магазине орденов. И как бы вот это вот все дело нужно разобрать поподробнее. И вот мы сегодня вместе с вами подсчитаем, посмотрим, подкрываем карточки и узнаем, что же на самом деле нам выгоднее всего покупать для получения большего результата, больших достижений. И по поводу карт жертвы героев, накоплено около 10 штук, потрачено на все это дело около 16 тысяч, ну не около, 16 тысяч орденов. В течение какого-то времени это я все откапливал, покупал, откапливал, покупал, да. Ну не сказать, что было это все так просто, ну и не сказать, что это было дико сложно, да. Так, ну существует множество, конечно, видео по поводу открывания этих карт пожертвования героя, да. Там одна, кто-то одну открывает, кто-то две, три, но никто я не видел, чтобы открывал там около 10 штук. Потому что здесь слизи выдаются, сущности слизи, да, тут они выдаются в случайном порядке. И тут не знаю, повезет, не повезет, кому-то может повезет, кому-то нет. И очень часто зачастую слышат игроков, типа, это фигня, невыгодно покупать. Кто-то наоборот говорит, что выгодно. Все в зависимости от того, повезет вам или нет, да. И когда мы будем открывать, там могут попасться, как и зеленые сущности, синие, так же само могут попасться и фиолетовые, да. Конечно, раньше это было совершенно невыгодно, потому что до какого-то определенного обновления, да, эти карты стоили около трех, больше, чем три тысячи орденов, да. Ну, как-то тогда было явно понятно, что это невыгодно, у меня даже мысли не было купить и попробовать. Ну, когда они после обновления, да, предпоследнего подешевели резко, да, в два раза и стали стоить 1600 орденов, то, в принципе, теперь можно посмотреть, как бы, открыть их в количестве 10 штук и понять уже окончательно, это выгодно или нет. Конечно, это не 100 штук, это не получится какая-то статистика, но 10 штук это уже что-то. 10 штук это уже 16 тысяч орденов. И мы уже, по крайней мере, думаю, окончательно сможем понять, есть в этом какая-то выгода или нет. Так, ну, к этому мы немножко придем позже. Хотелось бы сначала немножко вас спросить кое о чем, да. У меня происходит такой какой-то фейл с квестами, да, вот недавно выбил Купидона, и кто смотрел там какие-то прошлые видео, я ему там скормил все свои книжки, скормил все свои кристаллы там, все карты о смене таланта, да, и плюс я фармил героев, и у меня, то есть, по нулям все остается, да, там, у меня вот сейчас 116 самоцветов, ну ладно, там, последний день-два было там около 200 штук, но я их там просрал. Ну и вот, и в любом случае еще 300 самоцветов у меня не накапливалось. И один день уже выпала такая фигня, что получаю квест, и получаю квест о смене таланта, да, так как у меня нету 300 самоцветов, и я просрал все свои там 4 или 5 карты о смене таланта, я тупо не могу пройти этот квест, да, и получилось так, что я все прошел, этот квест пройти не могу, да, на эти деньги я не хочу, чтобы ради этого квеста, да, и мне пришлось ждать откат, да, то есть ждать время, пока закончится возможность прохождения этого квеста, потом еще ждать 8 часов отката для получения нового квеста. И вот я сегодня получил новый квест, и что мы видим? Еще раз нужно обновить талант. И тут такой вырисовывается вопрос интересный, я не знаю, или это просто закон подлости такой, или разработчики очень хитрые, потому что я реально заметил за собой, да, на своем аккаунте, что частенько, если у меня не остается карта смене, бесплатной смене таланта, то по-любому появляется этот квест за 300 самоцветов, а если у меня еще и 300 самоцветов, к тому же не будет, то это тем более он появится, да, ну вот у меня такая сейчас ситуация, да, у меня у некоторых сагильдитов тоже так было сегодня, я такой не один, вот хотелось бы услышать тоже ваше мнение, как у вас это все происходит, потому что пока у вас все есть, этот квест почему-то не выпадает, да, и тут такая получается ситуация, или я неудачник, или разработчики хитрожопые, да, вот одно из двух, как бы поделитесь, пожалуйста, своими соображениями, своим опытом. Так, ну что касается тут всевозможных экспериментов и плюс этого квеста, да, я не могу его полностью пройти и получить там, допустим, 9 книжек фиолетовых, да, и у меня до сих пор не получается прокачать грома до 160 уровня, чтобы его перевести на 9 звезду, совсем чуть-чуть осталось, но не получается. Если бы я эти квесты прошел, все бы уже давно получилось, и плюс я тоже экспериментирую активно с новыми волнами, да, и ясен пень, я там что-то не прохожу, недополучаю опыта, и плюс у меня стоит много гарнизона, и все это в конечном итоге получается дико-дико печально. Ладненько. Еще тут один фейл такой вырисовывается, да, тут чуть не забыл упомянуть. Заходим на склад. Ну ладно, тут я уже подкрывал эти сундуки. Фармится мест, да, в количестве 4 попыток в день. Ну вот вчера и сегодня я прошел 4 раза этот квест, и получал там что-то синие и зеленые сундуки. Не квест, а шторммеса, да, получал синие и зеленые сундуки. Но потом по окончанию этих всех фармингов, да, с гильдией, я захожу на свой склад и вижу, допустим, данную ситуацию. Один зеленый сундук и два синих сундука. И как-то это все непонятно. Я думаю, один раз, может быть, я что-нибудь там, ну, не знаю, там сам себя обманул, может быть, я там только 3 попытки прошли. Да, или я уже один открыл. Но сегодня произошла такая же ситуация. Я прошел 4 раза успешно третьего места, но вместо 4 сундуков у меня на складе получилось только 3. Хотя давалось всегда там 4. Я помню, сегодня давались зеленые и синие. Я не понимаю, что это такое. Конечно, обращаться в службу поддержки, взрывать по таким пустякам их мозг тоже не хочется. Но с другой стороны, как-то все-таки жаба души, да, по всему этому делу. Ну, ладно, давайте уже перейдем непосредственно к нашим карточкам, карточкам пожертвования героя. Напомню, здесь выдается случайным порядком какие-то сущности. И мы откроем 10 штук и узнаем, есть ли выгода покупать эти карты или нет. Или выгоднее, допустим, покупать пакеты кристаллов или вот такие вот сущности за 670 орденов. Так, ну, скажу сразу, что касается сущностей, я тут даже специально заранее посчитал. Что касается сущностей, если вы будете покупать за 670 орденов эти сущности, да, то, ну, отталкиваясь от 16 тысяч орденов, я считал, да, вы на 16 тысяч закупитесь этих сущностей, да, и там при несложных расчетах у вас получится около 70-1000 очков опыта для прокачки навыка, да, то есть магии. И если вот тут есть за 250, да, а если вы будете покупать за 900 пакет ящик кристаллов-героев, да, то, в принципе, такой же результат получится. Если вы потратите 16 тысяч орденов, то ваш, так сказать, результат будет равен тоже около 71 тысячи, да, это я все посчитал, в принципе, можете перепроверить, ну, а удаваться там в глубины математики я сейчас в видео не хочу. Так, ну что же, заходим на склад и начинаем открывать эти карточки пожертвования героя и видим, благосклонен ли сегодня ко мне бог рандома или нет в этой игре. Так, использовать. Используем первый раз. Так, ну что, довольно неплохой результат. Пять синих сущностей, две фиолетовые, используем дальше. Так, всю дали синеву. Девять штук, используем дальше. Так, сущность студенистого рыцаря. Отличненько. Используем дальше. Опять синеву дали. Дальше используем. Еще одну сущность студенистого рыцаря. Ну, радует, что пока зелень никакую не получали. Ну, слушайте, нам сегодня везет. Ну, конечно, потом, в конечном итоге, когда мы все подсчитаем, да, мы увидим, повезло нам или нет, просрал ли я 16 тысяч орденов зря я или нет. Ну, увидим. Так, открываем. Опа, две сущности студенистого рыцаря. Так, осталось еще два ящика. Открываем. Так, одна сущность студенистого рыцаря. Еще раз открываем. Последний ящик нам выдал 9 синих сущностей. Так, заходим на склад. Ну, что у нас? 73 синих сущности и 8 легендарных. Ну, считать мы сейчас не будем. У меня есть идея получше. Зайдем в алтарь. А, хотя, что мы туда будем заходить? Так, опять заходим на склад. Опять начинаю тупить. Жмем использовать. И выбираем, угадайте, кого. Выбираем недавно выбитого Купидона. И вот у него прокачан навык магии 4 из 9. 40 тысяч у него сейчас. И вот нажимаем использовать все эти сущности. Посмотрим, сколько добавится в конечном итоге. И поймем, выгодно или нет. Так, ну что? Так, ну, мы сейчас видим цифру в 67 тысяч. 67 тысяч 800 очков навыка к магии, да? Напомню вам, если вы будете покупать фиолетовые сущности уже напрямую за 670 орденов, да? То результат будет в 71 тысячу. И если вы будете делать то же самое с пакетами кристаллов, то результат будет примерно такой, 71 тысячу. И как мы видим, возможно, я немножко зря потратил 100 орденов на покупку этих карт по жертвованию героя. Но разница не столь существенная. Напоминаю, что эти все слизни выдаются случайным порядком, да? Я думаю, что там, если там уже по 10 штук, если брать так немножко статистически, то как бы не особо будет большой проигрыш, да? И не особо будет большой выигрыш. Я думаю, у вас будет там получаться от 65 тысяч до 75 тысяч. Ну, если вы будете накапливать, как я, да? Ну, выводы какие мы можем сделать? Вы можете сделать сами свои выводы, да? Посмотрев это видео. Ну, что я скажу, да? В принципе, разработчики подогнали все под одну гребенку, да? И не важно, что вы будете покупать. Фиолетовые сущности или пакеты кристаллов. Или вот эти вот карты пожертвования героя. Героев, я думаю, что вы ни в чем не потеряете. И нигде, ни на каком товаре не выиграете, да? И в принципе, давайте нажмем использовать. Теперь у нас Купидон 5 из 9. Так, заходим. Обмен орденов. Ну, и вот такая, наверное, итог, последняя заключительная мысль. И в принципе, я думаю, что не важно, что вы будете покупать. Там, карты пожертвования героя или вот эти вот фиолетовые сущности. Или пакеты кристаллов героев. В принципе, вы ни на чем не потеряете, ни на чем не выиграете. Результат будет примерно такой же, да? Просто, что вы можете теперь смело, я думаю, покупать за 1600 эти карточки пожертвования героя. 10 штук все-таки такое нормальное количество. То, что мы сейчас потратили. Единственное, что вам скажу, да? Стоит все-таки покупать именно фиолетовые сущности. И стоит покупать именно ящики кристаллов героев за 900. Потому что там курс повыгоднее. И как бы вы можете сделать более выгодную покупку, да? Потому что там синий. Вот, посмотрите, синяя сущность, да? Сколько она добавит? Фиолетовая только 600, она уже стоит 270. А фиолетовая стоит 670, а добавит уже 3000. То же самое и с кристаллов героев. Ну, в принципе, на этом все. Конечно, я там бывает теряю, да? Там какие-то вещи, да? Там скорость прокачки своих героев на всевозможных таких, не знаю, глупых-умных экспериментах. Да, и не всегда это получается хорошо. Потом через недельки-две запишу еще одно видео с экспериментом интересным, более интересным. И там понятно будет, что я потерял, а что я не потерял. И потому, как бы, кому понравилось, поставьте лайки. В целях, так сказать, благодарности, неблагодарности. Ну, или подпишитесь на канал. Я как бы увижу, что, возможно, это сделал не зря. Так, ну что, на этом все. Всем удачи, всем побольше орденов, получше фарминга. Всем счастливо, пока!